добрый день в эфире программа русское время и у нас в гостях по скайпу ольга талошная здравствуйте ольга добрый день очень рада мы знакомы с ольга виртуально и мне как наверное заметили мои зрители и слушатели всегда интересно приглашать людей которые любопытны мне интересны мне и мне кажется что если это интересно мне возможно это будет интересно и другим ольга занимается распространение мучения григория гробового и является его официальным представителем ну расскажите немного подробнее сначала о себе кто вы как вы пришли к системе к учению григория гробового а уже потом непосредственно а а григорий петрович и пожалуйста добрый день спасибо за возможность рассказать обо мне и о учении григория гробового меня зовут ольга талошная я живу в казахстане и живу здесь родилась здесь работала какое-то время в россии но он так получилось снова вернулась сюда и занимаясь учением григория петровича гробового уже около 20 лет но как я пришла к этому учению это было трудное время начало 90-х годов которые многим наверно знакомы и многие помнят его это было очень тяжелое время после распада ссср страшнейший кризис в стране и в этот момент было такое ощущение что просто распадается на части нашей жизни все что было достигнуто мною моей семьей моими близкими превращалась в прав то есть страшная инфляция зарплата почти сводится инфляции на ноль и я в тот момент будучи кандидатом наук защитившись в университете дружбы народов москве была вынуждена искать какие-то подработки точно так же у мужа была очень солидная должность все это превратилось очень что-то мало значит едва давала возможность прожить в общем пришлось задаваться вопросом что делать почему так происходит и искать какие-то пути решения и вот здесь наверное у каждого у нас есть в душе то что нам что-то подсказывает что надо искать духовные знания началось чтение многих авторов таких как луиза хей карлос кастанеда и так далее и так далее и все-таки меня моя душа как-то привела к статье научном журнале а григорий петрович и гробовом и вот тут вот когда я прочитала о нем стала изучать его книги я поняла что это как раз то что мне надо вот как-то душа моя это сразу приняла и я хочу сказать жизнь такая была на тот момент тяжелая что вот григорий петрович я нашла его первую книгу методы концентрации на каждый день и вот когда ее прочитала нам попала мне в руки и прочитала его рекомендации там рекомендации на каждый день вот в тот день в которой я прочитала этого числа начала выполнять эти упражнения делать концентрации держать в голове цель по управлению событий и делать эти упражнения то есть жизнь была какая-то безысходность и цепляешься как за какую-то ниточку и очень скоро я заметила что действительно методы концентрации работы григория дробового дают какие-то улучшения событий в жизни и вот хочу заметить еще на тот момент когда я искала вот эта возможность улучшить свою жизнь значит не только но в жизни были проблемы но было это небольшая болезнь у меня артрит в локте боль была я не могла даже руку в карман положить мне трудно было но на тот момент меня это сильно не волновало не волновало как-то с артритом люди живут а вот без денег жить нельзя и первое значит у меня была цель это как-то настроить улучшить свои события как грегорий петрович писал в этой книге взять свою жизнь свои руки и вот я начала делать эти упражнения как он рекомендовал по этой книге то есть держа в голове цель улучшения своих событий и через какой-то период работая по этой книге естественно события пошли на улучшение и боль в локте прошла причем незаметно прошла то есть методы оказалось григория петровича гармонизирует все и одновременно здоровье даже если я специально эту цель не ставила ну и после этого я стала изучать уже больше труды григория петровича во-первых прочитала все о нем что было на этот момент со литературой его биографию всем не стал очень интересен этот человек а потом уже серьезно стала изучать его труды и поскольку моя жизнь пошла на улучшение у меня появилась возможность ездить в москву на его семинары я ездила очень часто и уже точно у него обучалась на лекциях а мне удалось устроиться в американскую компанию которая приехала к нам в то время то есть первые можно сказать инвесторы в казахстане и я сделала еще одну карьеру и 1 считаю у меня была сделана я когда защитила кандидатскую работа в университете еще одну карьеру сделала в американской компании то есть практически сначала того времени когда я стала изучать учение григория гробового я моя жизнь поменялась и я очень вот до 2000 включая 2015 год проработала в этой крупной американской компании сделав там карьеру проработав на ряде менеджерских должностей проходила обучение в европе менеджмент каш в англии и здесь же в нашей стране меня направили на заочное обучение я еще получила специальность юриста в общем вот такая интересная получилась жизнь можно сказать 2 инкарнация в течение одной жизни также очень хорошо события сложились у моей семьи а сын поехал на учебу закончил университет соединенных штатах в семье своя юридическая контора и сын наш работает со своей супругой у меня двое внуков и теперь я уже очень серьезно занимаюсь изучением учения григория гробового в конце 2015 года я закончила свою работу в американской компании и теперь полностью посвящаю свое время работе с учением григория гробового читаю его лекции вы сейчас верили сказали из из поездки по латинской америке я недавно проводил занятия по учению григория гробового то есть рассказывала его науки и практические занятия проводил то есть как концентрироваться улучшать улучшать свою жизнь в колумбии и в мексике до этого у нас были семинары а в европе а сборные для англоязычной аудитории я семинары веду и на русском и на английском языке английский я знаю поскольку я работала во первых преподавателем университете английского языка и плюс еще опыт 20 лет в американская компания в общем то я сможешь сказать английский у меня флуэнд поэтому лекции веду хоть на английском хоть на русском и в мексике в колумбии я вела на английском синхронным переводом на испанский до этого на английском были лекции в европе а приезжали люди с разных стран также были лекции в сингапуре я была весна а вы еще скажали что сейчас у вас новый статус основная позиция да 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 григорий петрович сейчас ставит задачу распространение его учению по всему миру это очень важно чтобы все люди освоили это учение и вот поскольку у меня есть такой опыт и я полностью перешла как помогать ему и распространять его знания а я получила в его компании назначение на должность заместителя директора по международным связям 14 ноября этого года и вас поздравляем спасибо в день своего рождения получается он мне подарок сделал понятно ну я думаю что вот сейчас как раз самое время рассказать нашим зрителям а непосредственно григорий петрович и его учение да я очень хорошо это изучила это очень интересная жизнь очень интересный человек их поэтому я хочу тоже с вами сейчас поделиться а а григорий петрович и гробовом григорий петрович гробовой родился как я уже сказал 14 ноября 1963 года тоже в казахстане в чемкентской области в селе багара и очень рано с детства у него стали проявляться эти экстраординарные способности ясновидения он мог сказать что делают люди где-то в другом месте или что будет и для него это было очень обычно другие это замечали что что это подтверждается ему казалось что это все так могут но также в школе он мог решить быстро задачу дав сразу ответ без промежуточного решения но так вот он закончил школу а потом поступил в университет ташкентский государственный университет а факультет прикладной математики и механики который он закончил в 1986 году тех трудах которые написаны о нем журналистами и писателями есть пока есть интервью его сокурсников студентов которые также говорили что григорий петрович мог на очень сложную задачу сразу дать ответ и это вызывало большое удивление у преподавателей однокурсников и сам григорий третий говорит что потом он стал чтобы это не вызывать сильный интерес писать какой-то промежуток очередное решение но все знали вот эти его способности сразу же дать ответ на эту задачу и естественно его талант его необычайные способности были замечены и после окончания университета за хорошую успеваемость и высокие научные результаты будучи студентом которые были достигнуты когда он писал лабораторные дипломные работы григорий петрович был распределен на работу ташкентское конструкторское бюро машиностроения министерства общего машиностроения ссср на должность инженера математика танжки а ташкентском кб машиностроения григорий пирож гробовой занял первое место на конкурсе молодых специалистов за свою научную научную разработку в области защиты космических объектов от лазерного излучения и направлен на конкурс в научно-производственное объединение энергия где также занял первое место и ему было предложено вот защитить на основе этого этой научной работы защитить докторскую диссертацию и он защитил докторскую диссертацию физика на доктора физик получил диплом доктора физика математических наук в предметной области предотвращения катастроф после защиты ему была присуждена ученая степень соответственно доктора физика математических наук и присвоено ученое звание профессора по специальности безопасность особо сложных объектов и после этого григорий петрович продолжил свою практическую деятельность и научную деятельность используя свои экстраординарные способности ясновидения в конце 80-х годов он был приглашен на работу в компанию узбекские авиалинии на тот момент компании происходило очень много аварий и руководством компании было принято очень неординарное решение принять экстрасенс на должность инженера по безопасности конечно григорий петрович не был не только экстрасенс на это время у него уже было солидное образование и ученая степень и его приняли туда на работу каким образом это произошло то есть директору авиалинии порекомендовали взять его на работу и прежде чем на это согласиться он провел двух- или трехчасовое интервью с григорием петровичем во время которого он ему задавал вопросы по различным авиапроисшествиям то есть этот человек начальника авиакомпании знал очень хорошо причины всех аварий и задавал григория петровичу вопросы относящиеся к подробностям авиа аварий и григорий петрович с большой точностью ответил на все вопросы после чего его и приняли на эту должность и после этого началась его работа он давал прогноз по каким-то самолетом причем находясь в офисе даже не будучи близко возле самолета имея данные о самолете бортовой журнал и бортовой номер давал рекомендации то есть если григорий петрович видел что что-то пресс может произойти но это можно предотвратить он давал указание в бортовом журнале летчиком если ситуация была серьезная он имел полномочия отменить полет и каждый раз после его рекомендации комиссия проверяла а если это летчики выполнили его указания комиссия фиксировала то что было сделано если рейс был отменен комиссия также проверяла почему рейс был отменен потому что это очень серьезно это большие финансовые потери отмены рейса и также подтверждалось его его прогноз подтверждался и вот он там проработала два года и вот эти все документы были включены в один том его первые книги которая подтверждает его практическую работу практика управления путь спасения позже еще очень много было таких документов включено во второй и в третий том практике управления путь спасения когда например григорий петрович а используя свое на видение помог найти людей после аварии в шахте после завала или есть там очень такой такая интересная статья включена как фактически григорий петрович спас нашу землю в результате что могло бы произойти землей с нашей очень сильная катастрофа в результате аварии на козлодурской атомной станции в болгарии и об этом есть сообщение в российской газете и российской газете именно правительства россии от 30 января 98 года под рубрикой тихая сенсация в этой газете была напечатана статья катастрофы на завтра отменяются статье рассказывалось о том что григорий петрович предотвратил аварию на козлодурской атомной электростанции и это авария могла бы привести к катастрофе такого масштаба который принципиально отличалась бы от чернобыльской дело в том что под козлодурской атомной электростанции находятся подземные слои с повышенной электропроводимостью в случае взрыва это бы привело к возникновению вакуумного стока который начал бы втягивать атмосферу земли остановить этот сток существующими техническими средствами было бы невозможно и по расчетам физиков в 2000 году этот процесс превратил бы нашу планету в пылевое облако вот такое свидетельство есть которое включено в эти три тома кроме многих многих других свидетельств подтвержденных солидными документами кроме таких подтверждений его прогнозов или осуществление спасения через свое сновидение и своего способности есть также документы подтверждающие излечение людей от заболеваний четвертой степени рака спида восстановление органов есть документальное подтверждение восстановление матки у женщины которая была удалена во время хирургической операции петрович зафиксировал результаты практически результаты в трех тома а потом он обоснование дает свою научной работе как он это сделал то есть есть дальше научные труды которые научно обосновывают его ясновидение показывают как это работает как ясновидение работает и эти труды прикладные структуры создающие области информации и научный труд исследование и анализ фундаментальных определений оптических систем или трассов и прогнозно ориентированном управлении микро процессами но мы должны сказать нашим зрителям где сейчас проживает григорий петрович и где он работает и над чем работает и одновременно вот добавить что помимо его научных трудов у него еще есть патенты на некое на некие такие помощники что ли аппараты или как их назвать можно приборы григорий да конечно это очень важный спасибо елена за ваш вопрос григорий петрович сейчас живет в сербии в белграде продолжает трудиться создавая на основе тех работ которые сейчас упомянула он еще создал два изобретения которые запатентованы эти изобретения называют системой передачи информации и способ предотвращения катастроф и устройства для его осуществления система передачи информации это то что человек с помощью прибора может передать мысль мгновенно в любую точку земного шара с пользу с использованием его прибора и способ предотвращения катастроф и устройства для его осуществления это можно предотвратить любую и катастрофу начиная от землетрясения и катастрофы в организме григорий петрович катастрофы в организме называют любое заболевание, включая в том числе такие серьезные заболевания, как четвертой стадии. И вот сейчас Григорий Петрович продолжает работать, и на основе этих изобретений создан первый в мире прибор, который основан на работе мышления человека. Я очень коротко скажу, на чем основано это изобретение. То есть приборы, которые создал Григорий Петрович, могут зафиксировать мысль, луч, который идет в тот момент, когда человек мыслит. То есть от правого левого полушария мозга идет луч, и этот луч приборы фиксируют. И когда человек думает о чем-то, значит, этот луч можно усилить. Вот, например, я концентрировалась, я просто сидела, например, часами, концентрировалась, используя те упражнения, которые Григорий Петрович давал. И это, во-первых, идет тренировка моего сознания и улучшение моих событий. Теперь, используя этот прибор, можно гораздо быстрее, можно очень сильно ускорить, очень значительно ускорить развитие, концентрацию сознания. И, соответственно, достигать излечения. Вот вспомните, я сказала, когда я концентрировалась, у меня прошла боль в локте. Вот, теперь это можно делать гораздо быстрее. И сейчас вот этот прибор идет последние его доработки, и вскоре он будет пущен в промышленное производство. У людей уже есть заключенные договора, у многих на этот прибор проходят испытания, проходят концентрации. Оля, а как он работает? Это включаете в сеть прибор и садитесь рядом? Нет, он работает онлайн. Пока он работает онлайн. Но это, поскольку использована изобретение системы передачи информации, можно, вот, например, так, сидя дома, и включив, настроившись на видеокамеру через интернет, которая подключена к прибору, то есть я на свой экран вывожу эту через настройку получения пароля, вижу прибор на своем экране, и концентрируюсь уже на приборе, строя какую-то мысль, например, извлечение кого-то. Так что это можно делать, сидя дома, или со своего телефона, например, или в аэропорту. Вот сегодня как раз уже проходила групповая концентрация, вот где-то прямо перед нашим интервью, тех людей, которые заключили договор на прибор. То есть они, сидя вот так у своего экрана компьютера, получили доступ к прибору, над которым устроена видеокамера. Ну, видеокамера вроде тех, которые находятся где-то, например, в универсаме, или в магазине, или в банке, где можно видеть какое-то место там. Точно так же видеокамера над прибором. Человек при получении доступа через пароль видит этот прибор, там расположены три линзы. И, концентрируясь на линзах, и держа в голове мысленное событие, мысли события, которое он хочет улучшить, например, выздоровление кого-то или что-то, концентрируется на этих линзах. Я лично прошла тест на этом приборе. То есть проходила его и в Белграде, прямо сидя возле него физически. И после того, как уже он был установлен под эти камеры, вот совершенно недавно, вначале Григорий Петрович дал возможность ближайшим ученикам протестировать, а сейчас уже идет тестирование широкой публикой. И в то же время каждый, перед тем, как заключить договор, тоже предварительное тестирование проходил. А сейчас уже идет, ну, определенные настройки проходят. Прибор настраивается на каждого определенного человека. Вот я хочу просто коротко рассказать, вот перед, когда Григорий Петрович дал нам протестировать прибор уже под камерами, мне стало известно, что мои внучки диагностировали корь, 10 лет девочки диагностировали корь. И, используясь возможностью, то, что можно протестировать, потому что у Григория Петровича нет просто упражнений. У него идет одновременно практика и в то же время работа над результатом. Вот мне нужно было получить результат, то есть заболевание корь, чтобы ребенок выздоровел. Причем только я услышала об этом диагнозе, ну, уже сказали, сыпь, поднимается температура. И вот у меня камера настроена на этот прибор. И я села, ну, я знаю, как концентрироваться. Тоже надо немножко поучиться, я об этом рассказываю сейчас на семинарах. И минут 15-20 поработала с линзами, которые на приборе, то есть концентрируясь на линзах. И одновременно еще концентрируясь на числовом ряде корь, который есть в одной работе, где есть ряды по всем заболеваниям. Поработала 15-20 минут. Это было днем. Вечером мне дети, сын, невестка говорят, у нее все в порядке, мы ее хотим завтра в школу. Пожалуйста, только не завтра в школу. Но два дня ее дома продержали, у нее заболевание как бы само по себе куда-то растворилось. Температуры больше не было, чувствовала себя хорошо, сыпь прошла. Оля, вот скажите, да, это здорово. Вот скажите, значит, если проходит семинар, это занимает три дня, правильно? Или какое? Да, три дня. Да, и какое количество по времени? Можно провести, да, семинар где-то по 6 часов 3 дня. Это, например, можно викенд использовать в пятницу 6 часов вечера, в субботу, в воскресенье можно чуть-чуть подольше провести. И за эти три дня семинара, по крайней мере, можно обучить людей базовым методом. Во-первых, чтобы люди понимали, как это работает, надо дать какие-то основы вот этих вот научных произведений Григория Петровича доступным языком. А потом одновременно, обычно мы так это проводим, рассказываем теорию, и одновременно проводим упражнения, вместе в группе концентрируемся. То есть групповая концентрация – это очень сильная работа, это одновременная работа на семинаре. Люди получают хорошие уже результаты во время семинаров. То есть сейчас это уже идет быстрее, потому что, во-первых, преподаватели подготовленные, которые сами прошли через это, имеют опыт работы. И больше работ создано Григорием Петровичем, вплоть до того, что уже вот такой прибор есть. Да, мы должны еще сказать нашим зрителям, извините, я вас перебила, мы должны сказать нашим телезрителям, что Григорий Петрович является членом многих мировых академий, и в частности Нью-Йоркской академии. И мы поставим эту информацию, где его диплом с присуждением ему степени почетного, почетного академика, да? Да, академика, Нью-Йоркская академия наук. Да, я эти документы приготовила, буду очень признательна, если вы сможете показать. Если кого-то заинтересует этот прибор, значит, мы поставим веб-сайт, это Григорий Гробовой, или как он называется, сайт сам, Гробовой.что? Его веб-сайт. Веб-сайт? Лучше показать, я просто на память не хочу говорить, я обычно как делаю код и пейс. Хорошо, да. Если нет, я вам дам. Да, хорошо, хорошо. А вообще, Елена, если кого-то заинтересует, пусть они обращаются к вам, мы с вами свяжемся, вы можете собирать информацию заинтересованных людей по семинарам, и можете, допустим, быть нашим соорганизатором. Вы такой проявляете интерес, я вижу, что у вас есть такое понимание, мы бы с удовольствием с вами сотрудничали. Спасибо большое за приглашение, мы попробуем. Во всяком случае, я посмотрю, если и вы мне перешлете, чтобы поставить общую информацию, где можно получить еще дополнительные какие-то данные и по поводу прибора, и по поводу самого Григория Петровича. Я знаю, что очень много на YouTube можно найти информации, там зафиксированы его выступления, по-моему, даже где-то совсем ранние, я не знаю, насчет поздних. Потом вот недавно я видела, это было интервью с немецким очень известным журналистом, где он тоже рассказывал, и само интервью идет, Григорий Петрович отвечает по-русски, так что слушателям и зрителям, которые знают русский язык, это будет все понятно и доступно. Вот, и, ну что хотелось бы сказать, значит, что мы будем надеяться, что все больше людей будут проявлять интерес к этому уникальному учению, фактически, которое позволяет нам познать самих себя прежде всего и свои возможности. Знать себя и свои силы, и свои возможности, что очень важно. Да, и таким образом просто мы становимся как бы вместе со творцами и созидателями, вот, но просто нам дается вот эти знания, которые несет Григорий Петрович и его учения. И, возможно, недалек тот день, когда где-то в университетах будут изучать подобного рода дисциплины для того, чтобы уже начиная, а может, да и раньше, чтобы уже люди знали, насколько мы уникальны и непросты по своему созданию, что у нас внутри находятся все знания, которые всегда были во Вселенной, прямо так можно сказать, я думаю. Во Вселенной у нас в душе. Да. И каждый человек с помощью развития своего духовного развития может эти знания из души получить. Спасибо, Ольга, большое. Я надеюсь, что у нас будет с вами еще интервью на английском языке для нашей англоязычной аудитории. А сейчас всего вам доброго и еще раз спасибо. Спасибо большое, Елена, спасибо. Когда вы познакомились с Григорием Петровичем и то сотрудничество, которое между вами было, в чем он состоял, как вы с ним работали? Познакомились мы-то уже давно с ним. Я еще в то время занимал должность командующего ВВС Московского военного округа. Потом я по службе двигался дальше, был командующим фронтовой авиации. Еще периодически приходилось с ним сталкиваться, в хорошем смысле слова, встречаться и решать определенные вопросы. У меня еще в Киеве были и здесь в Москве разные люди. Но я больше всего сотрудничал с двумя. Вот Виктор Тимофеевичем учеником, видимо, Гробового. Да, он ученик, наверное, Гробового. И самим Гробовым в то время. Ну, и есть еще и другие ученики, ученицы, так сказать, с которыми мне приходится периодически сейчас работать. И вот благодаря тому, что они мне все время информировали, где может автопроисшествие произойти, авиационное какое-нибудь происшествие, не только у меня, но и в других местах. Значит, я у себя перекрывал, как мы говорим в авиации, кислород. То есть в этот день или вообще запрещал летать, или ограничивал полеты, или упрощал задания на полеты, с тем, чтобы ничего такого не произошло. И вы знаете, вот, когда я принял ВВС Среднеазиатского округа, было пять происшествий, это самое, пять авиационных катастроф. На следующий год у меня уже не было большое количество происшествий и преступлений. На следующий год, когда я после принял, уже в следующем году, мы примерно в три раза уменьшили это дело. В три раза. В течение одного года. Вот. И в короткий промежуток времени, учитывая, что собирали расформировать это ВВС Среднеазиатского округа, многих заместителей, начальников отделов служб уже не было, полного опората не было. И, несмотря на это, мы добились определенных положительных результатов и боевой подготовки, значит, укрепления воинской дисциплины, порядка всего этого. И мне сразу же, увидев эту работу, главнокомандующий предложил возглавить ВВС Московского округа. И вот в Московском округе тоже, прибыв сюда, начал раскручивать эту работу. Ну, на первых этапах люди всегда не понимают. Ну, когда человек не сталкивался, когда его не коснулось, ему тяжело понять. И меня не понимали. Ну, разговорчики такие, слушочки шли так, шептунчики, ну, командующий того вроде. Ведь сегодня Григорий Петрович из Львовского делает серьезное предреждение о возможном салоне, в том числе и на Балаковской ООС, да? И нет оснований не доверять этому человеку. Ведь речь идет о серьезном угрозе, возможно, ядерном угрозе. В таком случае, вот именно, например, непонятна позиция сегодняшних, скажем, руководителей, ответственного заведомства, тоже министерства, сообщества, руководители предприятий, тоже Балаковская ООС. Что стоит за этим недоверием? Почему такое, то, что халатное отношение, на самом деле, речь идет просто на преступлениях, в большом счете? Ну, наверное, можно и так рассуждать, потому что я всегда считал так. Лучше перестраховаться в этих вопросах, перестраховаться, чем потом кусать, доставать локоть, а его не достанешь. Ведь всякое вот это явление ведет очень тяжелым последствиям, очень тяжелым. И вот Чернобыльская эта катастрофа, это вам не просто какая-то, а это величайшая катастрофа, трагедия 20 века. Подтверждение этому, ничем пренебрегать нельзя. Ведь я не зря вам рассказывал про это. Даже мудрецы авиационные в разных местах назвали дни, когда я запрещал полеты, антошкинскими днями. Вы представляете? С одной стороны, мне это как бы сейчас вот уже льстит, а с другой стороны, в то время, как бы мне в укор это ставилось. Как вот вроде нам, таким, сяким, заслуженным летчикам запрещать. Да падали и герои Советского Союза, и дважды, и заслуженные летчики. И заслуженные летчики-испытатели падали. Вон их сколько. Если поедете в Жуковское, там посмотрите кладбище. Середами стоят могилы погибших героев, заслуженных летчиков-испытателей. Поэтому пренебрегать подобными вопросами нельзя. Я так считаю. И если пренебрегает, это уже совершает определенные преступления. Правда, потом их вряд ли кто-то обвинит за последствия, когда случится все это дело. Продолжение следует...